Итак, всем привет, с вами ТПГ, продолжаем играть в латчейнджингах, в прошлой серии мы закончили практически с нашей промышленностью, строим уже отличное количество самолетов, у нас уже есть вот этот вот прекрасный баф на минус 20 стоимости производства, скоро мы такой же получим для танков, только перед этим возьмем себе ячейку для исследований, а затем уже будем идти вот сюда, в минус 10 для танков, и я думаю к моменту вот этого вот, когда мы получим баф, мы будем уже нападать. Заменили мы уже вот здесь вот оружие на магическое, и можно потихоньку будет менять так же вот здесь, пока нам еще опыта не очень хватает, да, но можно уже по крайней мере начать, потому что магическое снаряжение, как вы можете видеть, по всем статам, ну как, это еще и новый уровень на самом деле, да, стоит быть праведливым, но в целом, даже если сравнить вот так их, то вот, статы у них получше, причем буквально все, кроме единственной, я надеюсь, надежность у них поменьше, намного, и стоимость производства у них тоже побольше, то есть, его нужно просто намного больше, и к нему также необходимы ресурсы, магические кристаллы, вот, так что, у нас промышленность позволяет, будем потихоньку себе добавлять их. Если вдруг у нас кончится, то мы просто сюда вот, собственно говоря, в пехотной нашей дивизии поставим обратно магазинные винтовки наши. А вот смотрите-ка, наконец-таки империя нажимает свои кнопки в атташе, и теперь у нас наши егери бафнуты, и это не предел, там есть, по-моему, еще другие какие-то кнопки для бафов. А, смотрите-ка, там еще военные игры, дает нам опыт, и стоимость сухопута доктрины прекрасна. Мы идем в ячейку нашу, и вот это наше чудо становится теперь нашей гордостью, потому что, смотрите, он получает минус шансы на попадание, и плюс опыт получаем, то есть он быстрее накачается до хороших ловелов в бою прямо, то есть они прямо в бою, если что накачивается, как наш адмирал. И вот мы сейчас выйдем в ячейку, я думаю, не пойдем мы сюда, пойдем сразу в план, и будем уже нападать, потому что стоит уже что-то делать. Ленинг-партия там, смотрите-ка, объявила войну такому солидному альянсу на Востоке. Как-то говоря, вот эти восточные гиганты уже по военным заводам от нас отстают, это прекрасно. У нас, конечно, в один момент закончатся слоты, и этот момент настанет очень скоро, на самом деле. Я уже вон строю 20% жутких, ну 40% вот сейчас немножко достраиваются, а потом уже пойдут жуткие 20%. Но что поделать, такова жизнь чейнджерингов. Фарбрук обосновывает цель против нас. Чел, ты кто? Я вспомнил, что это за чел. Это, видимо, они делают на Гринклиф. А вы уверены в себе? Куда они пошли, так что они... Ага, цель войны северного казарства, отбросившие путь мира. Да, получается, вот эти вот ребята, да, типа, отбросили путь мира, потому что они стали нашей марионеткой. Ну, что, что сказать. Если вдруг на них нападут, мы будем готовы. У нас есть флот, который посильнее. Вот здесь флота мало, на самом деле, вот эти две дешавы с флотом. Флот выглядит вообще очень жиденьким. Тут один Гринклиф, в принципе, уже такой неплохой. Хотя, я думаю, там плохие дизайны. Но тут такие же будут. А с нашим, собственно говоря, с нашей армадой, я думаю, вообще шансов изойдется на Гринклиф, ни у кого нету. И я думаю, мы готовы. Поехали в план закат. Лекорн. Лекорнов, точнее. У нас восемь дней следуются. Здесь вот надо будет потом вот эти еще фокусы поделать. Так что здесь еще много времени у нас впереди. За это время мы себе как раз достроим ядума танков и бомбардировщиков. О, вот еще о чем я говорил. Получили мы баф. Еще один. Вот, собственно говоря, Гринклифонов. Прекрасно. Странно, что этот план сразу здесь вот срабатывает. Хотя, казалось бы, нам подождаться момента, чтобы его нажимать. Что у нас по сотрудничеству? Еще один раз бы сделать. Сделать сюда. Лобок. У нас новые появились задачи. Давайте-ка это сделаем. Отправляем раз, парня. Отправляем, пожалуй, наверное, и я. За узкими вряд ли. Давайте за промышленными чертежами. Тоже еще, ребят. Вот так. Кроме вот этого. Вот этот пускай. Вот сюда. А вот это что нам необходимо? Сеть 75%. Давайте все-таки сделаем тогда вот этот полуквестовый, так сказать. Что такое? Построим здесь достаточную сеть. И мы, пожалуй, будем уже потихоньку подстраивать авиабазы. Возможно, какие-то железные дороги также стоит нам... Ну-ка. Стоит нам улучшить. То есть, вот так вот. Отлично. Возможно, сюда также чуть-чуть провести. Потом мы соединимся с их снабжением вот здесь, куда-нибудь. Здесь, я думаю, мы будем доставать вот отсюда, отсюда. Здесь тоже подсоединимся. Пока что у нас, видите, железная дорога практически отсутствует. Вот здесь вот, как будто бы, да, есть. Нужно будет подсоединяться. Ну, а я тут времени зря не терял. У меня тут есть шпионские самолеты. Пускай они тут занимаются своими шпионскими делами. Подаст мне очень много разведки вот здесь вот. Видите, разведка с воздуха вот набирается очень уверенно. Взяли мы также гарнизоны. Во-первых, вот отсюда. Вот это вот. Мы взяли из оленей. И взяли у них войска. Они будут перекрывать запад от какого-то теоретического вторжения. Потому что я, допустим, могу что-то просмотреть. Пускай будет. Сделали мы технологии для эсминца подходящие, да. Теперь можем сделать себе эсминец. Будет у нас вот такое вот чудо. Немножко дороговатое. Но у него точно будет много глубины бомб. Полоски будут улетать моментально. И есть также здесь торпеды. Не хватает здесь только радара. Но я их, собственно говоря, еще не доисследовал. У нас очень не хватает поддержки по наших, собственно говоря, флотах. Ну, в основном, в нашей армаде, да. Так что пускай они в армаде как раз таки будут прикрывать нас. Так, последнее приготовление готово. Давайте вперед, моя армия. И в этот момент мы будем атаковать сразу же. Нет, я бы не хотел это нажимать. Почему это автоматически нажимает? Блин, неприятно. Смотрите-ка, наш генерал, кстати говоря, отказался вернуться. Я считаю это ужасно. Вот. Мы, кстати говоря, скоро вот это вот выполним. 92 дня. Мы это здесь выполним позже вот этого вот. И не очень уверен, страшно это или не страшно. Но предположим, что неприятно. Хотя... Неизвестно, неизвестно. За счет потом здесь вот будет шпионская операция. Раз, два. Уже мы это сделаем, конечно же. И мы еще больше колобка сделать не можем. У нас колобок уже и так 75%. Окей. Так. Шакса уволили. Ну, хорошо. Так, почти готово. Тут у меня финальные штрихи идут. Тренируются у меня авиакрылья напоследок. Потому что бафы надо поднять. Делал я полностью нашу дивизию. Тоже они дотренируются. Им осталось буквально чуточку. И к войне мы очень уверенно готовы. По исследованиям тоже мы весь ход сейчас доделаем все. Делал я здесь ход исследования. Это даст маневренность, скорость. Классные на самом деле исследования. И вот здесь вот мы сейчас тоже своих, собственно говоря, шпионов закачаем. Единственное, ягеры не прокачаны. Настолько, сколько я хотел бы, чтобы они были. Но все еще они будут посильнее обычной пехоты нашей. Я думаю, когда останется здесь один день 15, я уже прекращу обучение. 15, даже может 10. Итак, мы готовы. Пускай они доукрепляются. Собственно говоря, тогда тоже стоит прекратить. Начать чиниться. Эсминцев мы тут уже подзакинули немножко. Да, у нас очень много больших кораблей. 18. Здесь у нас нету столько кораблей прикрытия. Но мы их доделаем. И плюс, в целом, чуть-чуть поважнее было здесь именно сделать очень большие корабли. Потому что сейчас достроить большие корабли мы не смогли бы. А вот эсминцы, да, тут буквально вот каждый месяц по одному мы делаем. Какой у нас вообще план? Смотрите. Здесь у нас группировка. В виде 10 дивизий под командованием Квиксиса высадится в Франциско. Здесь, видите, проходит очень важная артерия снабжения. Плюс здесь есть порты, вот эти вот. Но наш флот убедится в том, что порты будут недоступны. Нужно только снабжение по земле прекратить. Затем, здесь вот у нас есть просто общее наступление по всему фронту. С ягерами на севере, потому что здесь куча лесов. Они подложены справиться. Танковая наша отдельная армия стоит из средних танков, которые готовы очень жестко прорываться. Они стоят как раз таки в центре, можно сказать, нападения. Они прорвутся таким вот образом, отсекая кристалли от Эквестри, пока мы будем давить везде. И на юге при этом одновременно с ними наши моторизованные войска, вместе с нашими легкими танками, тоже совершат маневр и постараются сделать окружение как раз таки в центре, которое наша пехота должна добить. Таким образом получится, что мы вот как раз таки проходим здесь по снабжению, по вот этой вот линии снабжения. Здесь мы обрезаем эту линию снабжения. И здесь мы разрываем снабжение от кристалли, потому что еще через них может что-то идти. В теории мы должны очень оперативно справиться со всеми войсками здесь, завоевать море вот в этих регионах, потом, возможно, высадиться еще чуть дальше. Ну, посмотрим, как что будет. Авиация наша, я думаю, обучилась достаточно. Будем ее сейчас распределять. К сожалению, наших тактических и помбардировщиков еще не так много. И давать сильно. Мы не сможем прям полностью покрыть все в хорошем количестве. Будет ограниченное количество поддержки с воздуха. Но она будет в первое время. А потом, когда фронт начнет отсыпаться, будем мы их направлять куда-нибудь сюда, перепивать здесь снабжение. Благо, радиус у них, как вы можете видеть, кроме вот этого вот крыла, очень большой, и мы можем буквально контролон бомбить из наших авиабаз. Вот оно, война неизбежна. Твои дни сочтены. Давайте сразу агнитурную сеть начнем качать. Через сколько начнется она? Через 13 дней. Я хочу просто дочинить буквально чуточку наши корабли. У нас вот здесь вот они поломаны немножко. Давайте вот сюда. Они сплавают по-быстрому. И чинятся хоть сколько-то. Несколько дней, и там много починки будет на вот этих верфях. Так. Да, нормально. И потом они отправятся обратно в бой. Заодно, кстати говоря, мы тут побольше исследуем. В целом, я еще подсоединил, как можете видеть, сюда крейсер легкие эсминцы, которые у нас до этого работали на сопровождении конвоев здесь. Теперь здесь хватает поддержки, но все еще буду достраивать обязательно эсминцев тоже, потому что мы, скорее всего, какие-то будем терять. В этом случае хочется мне дочиниться получше, но я чувствую, что слишком сильно мы не сможем успеть. У нас сколько осталось? Четыре дня. Ну да, сейчас надо будет ехать обратно, пожалуй. Так что давайте вот сюда. И вот оно. Началась наша война. Сразу же призываем всех, чтобы отсюда тоже начать наступать. И давайте-ка посмотрим, как у нас здесь вообще дела обстоят. Я вижу, что здесь сразу наш флот перехватывает конвойный, точнее, подлодочный. Давайте-ка на патрулирование. Поезжаем. И занимаемся поиском вражеских кораблей. Кстати говоря, вот этот флот еще чем занимается? Охотой на конвои. Отлично. Вот это пускай патрулирует и ищет корабли. Уезжает. А нет, давайте-ка я нашел вражеский флот. Солидный. Солидная часть. Блин, я хотел перехватить. Нет, дали мне. Перехватим малую часть. Ладно. Ага, смотрите, они сюда подкрепление, видимо, закинули. Да, едут. Ну, удачи им. Они сейчас просто фитфест устроили. И их корабли потихоньку отмирают. Без особых шансов. Ну да, так и произошло. Так, давайте вернем их обратно. На починку. А, и как раз-таки сюда. Нормально. Нужно их чуть-чуть отремонтировать. И потом вернуть в бой. Здесь все идет по плану. Наши легкие танки хорошо пробиваются. Только вот здесь вот я вижу, не совсем все идет идеально по планированию. Здесь видите, снабжения у них очень не хватает. Стоит нам сразу здесь построить вот так. Чтобы снабжение было получше. И более того, подсоединить получше наши... Здесь вот. Линии снабжения. И апнуть все обязательно. До вторых лвлов. Здесь сделать то же самое. Нашло тут здесь вот второе нашли. Мы высылаем к ним срочное подкрепление. Успели мы потерять один легкий крейсер. Неприятно. Но не успели перехватить их. Это разочаровывает. Можно нам вступить в этот же бой. Да. И вот флот Эквестрии идет. Одно потихоньку. Мы потеряли, кстати говоря, эсминец. Это, видимо, тот флот, который отступал. Ну, как-то... Как-то не так быстро мы их разбиваем, как хотелось бы. Наносим мы много урона, на самом деле. Да, я вижу. Но недостаточно. Давайте патрулирование включаем. И ищем вражеский флот. Я, кстати говоря... Там вот вижу еще флот. И здесь у нас что происходит? Все по плану. Здесь вот не успевает войска во время вступить. Кстати говоря, у нас закончилась нефть. Надо делать вот так. Обязательно. И... Ну-ка, в плюс нужно? Еще одна битва. Успели мы прибыть. Они начинают отступать. И вот здесь вот мы неплохо так по ним дамажим. У них, кстати говоря, еще и больше кораблей. Но при этом они чувствуют, что они слабее. Мы с собой забираем несколько тоже кораблей. Вот Эквестрия, думаю... Потихоньку перестанет вообще вылазить в бои. Но сейчас, кстати говоря, вылазит. И очень неудачно, на мой взгляд. Что-то... Какая-то для них вылазка будет. Мы, кстати говоря, видите, теряем эсминцы параллельно. Но мы можем это пережить. Они теряют кораблей и больше. И по-качественнее. Плюс получают очень много урона параллельно. Здесь мы уже взяли Ванхувер. Делали небольшое окружение. Опять у нас нефть. В минус ушло. Надо еще больше нефти покупать. Что ж ты будешь делать? Ну... Нужно, да. Вот. Теперь все отлично. Забиваем здесь окружение. Продолжают наши танки идти вперед. Давайте посмотрим по запасам. У нас все отлично вообще. Я же дал, что у нас легкие танки будут потихоньку кончаться. Но нет. Все прекрасно. Запасов у нас еще и ментовок хватает. Застраиваем магическое снаряжение. Все у нас отлично. Что по потере? Тоже все уверенно. На самом деле. Оття и не абсолютно идеально. Потихоньку, я думаю, мы их флот выбьем. И после этого уже можно будет делать высадку. Кстати говоря, флот вот этот вот, который был оленей, доремонтировался. Можно его тоже отправить, пожалуй, сюда. На патрули. Они будут находить флот. А наш вот этот флот догонять и уничтожать. Отбирал нас тоже прокачался. Отлично. И самое последнее. Можно вот этого вот парня. Так что здесь у нас есть хорошие. Все так себе, да? Ну да. Новокоманда еще? Нет, ладно, давайте тогда возьмем вот этого. Пускай он у нас находится на канаве вот здесь. Это все-таки наши вот эти вот хорошие подлодки. Настроим мы, наверное, еще один вот здесь эсминец. И перейдем уже на постройку опять подлодок. Нам их все-таки не хватает. Здесь, наверное, тоже самое. Подвигаемся очень быстро. У нас железнодороги еще не успевают ремонтироваться. И, пожалуй, можно уже делать вот эту вот высадку. Пробовать. Я чувствую себя достаточно уверенным на море в данный момент. Сидите. Мы находим их корабли. Даже вот этим вот... Почему у нас... Это они находят наши корабли? Подождите, а где подкрепление? Ребята, вы фоткаете просто, да? Неприятно. Процесска высаживаемся. Отлично. Пытаются нас перехватить. Наши конвои... Нет, просто флот. Мы нашли их. Наши фоткают пока в другой битве. Блин, неприятно. Отлично. Мы здесь взяли порт. Теперь отсюда. Высекаем им вариант полностью отойти куда-то. Удаляем приказ старый. И давайте-ка... Поехали. Затем вот пункты снабжения. Перекроем. Останутся вот эти порты. Как я сказал, там не очень-то у них получится получать снабжение. Эта группировка будет полностью окружена. Здесь потихоньку формируется такая же система. Получилось у нас окружение. Нужно теперь не терять время. Давайте-ка сделаем вот так, чтобы у нас приказы все сменились. А, идти вот в обратную сторону теперь. И зажимать их здесь. Поехали. И параллельно пускай они вот это захватят. Ну как? Так, так. И вот так. Отлично. Здесь они будут продолжать наступление. Потихоньку. Стоит тоже, наверное, новым приказом сделать. Пока они продолжают давить просто дальше. У этих ребят приказы все еще действуют. Все, собственно говоря, идет прямо по плану. Потери у нас тоже умеренные. И у нас появились новые операции, как вы помните. Положение инфраструктуры мы получим. Скорость и расход припасов. И снижение скорости форсирования реки. Здесь тоже отлично. Здесь вот, я так понимаю, мы им дадим какие-то дебафы. Так что, агенты вперед. Пошло. Пока отлично справляется со всеми своими задачами. Очень уверенно топится флот Эквестрии. Там 131 корабль остался. Причем достаточно задамаженный. Мы же перехватываем вот эти вот группы. Он разделен достаточно. И их ликвидируем. Он еще нам подкрепление приехало. Отлично. А они в эти... Они в этот бой еще закидывают больше. Они сюда пригнали свой флот, смотрите. И сразу же поняли, что зря пригнали. Видите, там линкоры почти были уничтожены. Так что я чувствую вот-вот. И у Спеликсы еще какой-то вход найти. Вот-вот и уже я чувствую. Вот Эквестри полностью падет. Просто на глазах тает. То же самое можно сказать об их армии. Здесь вот все еще остается. Их группировка сил. Сильная такая. Сил сильная. Большая. И мы ее тоже потихоньку будем ликвидировать. У нас единственная проблема со снабжением появляется периодически. Потому что, видите, надо достраивать. Либо какие-то, видите, не успевают даже восстановиться. Мы слишком быстро двигаемся. Надо продолжать застраиваться. Надо продолжать давить, собственно говоря. Что еще остается? Вот еще одна битва с их основной силой. И опять мы их дотопим. Я все никак не могу потопить линкоры. К сожалению. Они остаются прикрытыми. Но я думаю, это ненадолго. Но рано или поздно они подставятся. Произошел любопытный момент. Вестере в панике решила попросить помощи Сталинграда. А Сталинград еще имеет здесь Новогрифонию. Теперь у нас открылся второй фронт на севере. Но насколько мы не готовы к этому бою? Мы абсолютно к нему готовы. У нас есть достаточные резервы здесь. У нас есть резервы вот здесь. Могли быть еще пехотные резервы. Но я решил ими сильно не задумываться о них. Так что давайте отправим туда умеренную армию. Вот эти вот ребята. Пускай они здесь держат фронт. И еще некоторые части. А ну в принципе вот эти части. Половинку этих частей. Мы отправим сейчас на второй фронт. Давайте тоже. К тому же от генералу. Вот сюда. Ну я не думаю, что здесь вообще есть хоть какие-то шансы пробиться. Единственное то, что здесь флот проходит. Вот это вот неожиданность для меня. Но не думаю, что это будет проблемой. Получается у нас все больше и больше окружений здесь. Надо их ликвидировать. Чаще всего ручной. Потому что за планом такое редко получается. И надо также. Здесь вот это закончить окружение. И добить оставшиеся там войска. Вот здесь вот у нас пытаются прорваться обратно враги. Но мы на страже. Порядка. Сейчас их остановим. А так это не тот. Флот, да. Вот этот флот. Ну-ка, все. Мы закончились здесь противники, что ли? Или что? Давайте сделаем вот так. Судя по всему, да. Судя по всему, они уже не выходят. Они слишком много урона получили. Смотрите-ка. Приросло предложение от Гвинклифа. Помочь им бронетехнику производить. Конечно, ребята. Без проблем. Вы потом еще можете нам пригодиться, чтобы высадиться вот на этот континент. Так что опускай. Вот еще окружение. Еще одно. В принципе, вот это вот получилось. Так что захватываем. Падение Широ, кстати говоря, произошло. Не очень уверен, где он, но где-то он точно упал. Сталинград, кстати говоря, может сейчас свои дивизии неплохо так пригнать сюда. Да, так и происходит, но только на севере. Давайте отойдем на какую-то более-менее уверенную линию фронта. Вот сюда, пожалуй. И будем уже тут защищаться. Потому что мы сейчас не успеем сюда. Потом уже отсюда контратаку начнем. И нужно обязательно, я думаю, посниматься вещами. А также, на самом деле, реже организовать уже наши легкие танки. И в том числе средние. Потому что уже их, видите, фронт растянулся до невозможного. Смотрите, плод все-таки рискнул выйти, но как-то очень смешно. Они типа... Сначала подумали, что могут, а потом, видимо, что не могут. Резко передумали. Давайте тоже на патрулирование переставим. Они, кстати говоря, как будто с линкором были, а теперь его потеряли. Но это не точно. Но как будто... А, нет, он ремонтируется, видимо, да? Да, все правильно. Фух. Было бы неприятно. Кстати говоря, нефти хватает. Можно закончить вот эту вот унизительную покупку нефти. И продолжаем давить. Я думаю, на этом можно подзакончить эту серию. Мы очень уверенно начали войну. Я думаю, в скорости закончим. Понадобится, возможно, вот отсюда высота соединиться где-то здесь фронт. И я уже эти войска переназначу. В идеале, чтобы он соединился как-то вот так, типа. Но из-за вот этих вот гор, конечно, будет разрываться. Так вот, эти войска я высадил куда-нибудь подальше. Где здесь вообще следующая столица будет? Поздреваю вот здесь. Да, то есть нам бы вот откуда-то отсюда начать еще пушить вверх. Собственно говоря, танки сейчас у нас перейдут на контрлот средние. А легкие я, наверное, продолжу использовать вот здесь вот. Либо же можно поставить сюда и сделать еще один разрыв, ударив вот сюда. Таким образом, эти вот войска, снабжение тоже оторвав. И, возможно, захватив здесь какие-то порты под лодками, будем доставать мы его вот досюда. Ну, это все в следующей серии. А с вами был Долгай. Подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Ставьте лайки, оставьте комментарии. И до скорых встреч. Пока.